С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину большая часть грузинского общества выступает против неоправданной агрессии. Регулярно на улицах Тбилиси и других городов проходят митинги против войны, выдачи россиянам грузинских виз, авиасообщения между странами и посещения туристами из федерации курорта в Грузии. До 22 года к России было резко отношение у населения, а вот к российским гражданам было спокойно, потому что тогда еще большинство населения считало, что они не виноваты и так далее. 22-й год и начало широкомасштабной агрессии против Украины показало, что да, конечно же, если бы население России не поддерживало бы эту войну, тогда бы ее, возможно, было бы избежать. Несмотря на то, что правительство Грузии не поддержало санкции против России и официально не осудило вторжение в Украину, оппозиция продолжает поддерживать антироссийские настроения. Согласно последним соцопросам, 79% грузин высказали негативное отношение к безвизовому режиму, действующему для граждан Федерации, и к покупке россиянами недвижимости в Грузии. Также 37% считают, что российские туристы не должны допускаться в страну до тех пор, пока Россия не вернет Грузии оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион. Это очень интересный факт, и это, скажем так, такое маркерное место, потому что, если бы это не было бы определенной поддержки в обществе, у этого грузинская оппозиция просто бы этим не занималась. Это же понятно, это же очевидно. Поэтому я думаю, что да, определенная поддержка в обществе, это, конечно, есть. Практически единичные случаи, когда кто-то говорил о русском мире, и фактически сразу же на это следовала достаточно серьезная реакция. Изоляция России от западного мира выгодна Грузии, уверены эксперты. Ведь только по официальным данным в 2022 году 4520 граждан России приобрели в Грузии более 6000 квартир. А в первом квартале 2023 года почти 1700 человек с гражданством РФ купили более 2000 квартир. Приносят доходы и российские туристы. Очевидно, что Грузия пытается монетизировать вот эту ситуацию, которая сложилась, и в том числе действительно после начала войны Грузия не захотела, грузинское руководство, вернее, не захотели вводить санкции против России. Ну и, соответственно, после этого еще произошел ряд событий, потому что Россия, я не знаю, в благодарность или по каким-то другим соображениям отменила визовый режим для грузин и возобновила аэрорейсы в Грузию. И, соответственно, Грузия стала для россиян одной из тех немногих стран, куда они могут без проблем путешествовать. При этом у официальных Киева и Тбилиси отношения буквально замерли. Грузия действительно была долгое время украинской братской страной. Грузинский народ без преуменьшения есть братский народ украинского. И дело в том, что когда Россия напала на Грузию, Украина была одна из тех немногих стран, которые на официальном уровне все-таки стали на сторону Грузии. Попытки занять нейтральную позицию будут, как минимум, запомнятся в Украине. Несмотря на позицию официального Тбилиси, граждане Грузии не только осуждают действия России, но и помогают вооруженным силам Украины восстанавливать территориальную целостность. Грузинский национальный батальон, который насчитывает более 1500 бойцов, воюет на стороне Украины еще с 2014 года.